Пятый канал представляет Здравствуйте! Что случилось? Колесо спускает Я на шоссе подкачал Но все равно Запаска есть? Да, в багажнике Сейчас помогу Спасибо Что, застрял что ли? Да что ты прикопался Давай помогу Заточка Ородовал человек явно с криминальным прошлым Да теперь уже и с настоящим Митя Что стоим? А что? Сделай следовой план Что, что сделать? Зафиксируй, пожалуйста, все следы на месте преступления Какие следы? Митя, любые следы, понимаешь? Любые, все, которые найдешь Ну, прояви смекалку, сообразительность, давай Добрый день Это вы обнаружили труп? Получается, я Давно? В районе семи утра Еду утром, смотрю Ё-моё! Понятно, личность установили? Да что ее устанавливать? Он же, как вы и он Ну, что вы и он? Да мент, чтоб его Как-то недобро вы о сотрудниках говорите Не, ну а че? Как фамилия, Поконова, знаете? Знаю, Цепляев его фамилия В ГАИ работает Так-то мужик неплохой И выпить мог И подсобить, ежели че Значит, говорите, врагов не было? Да в деревне у нас вроде нет Разве что с Пашкой, а Хорковым Они вечно собачились А кто это, Хорков? Почему собачились? Да Пашка Пацан нормальный А собачились соседи, потому что Кость, пойдем? Слушай, возьми Пашкова Он все равно, ну, без дела болтается Посмотрите, что это за нормальный пацан Хорошо? Да, делается Пашка ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Кажется, здесь. Может, нет его? Павел Охорков? Че надо? Мы из полиции. Поговорить хотели. Эй! Нервный какой, а? Вот и поговорили. Врёте! Не взять вам, Пашку Охоркова, а мусора поганые! Нормальный пацан. Главный штукан кредный. Стоять! Уходите отсюда! Что там? Стреляют. Совсем сдурел. Последние мозги пропил. Мне за коровой надо, на выпас. А ты тут хулиганишь. Ладно, Матвеевна, проходи. Только мне там не помогай. Сейчас! Буду я им помогать. Матвеевна, прошла? Да прошла я, прошла. А вот когда ты хулиганить, перестанешь, Ахламон. Матвеевна, прошла я, нет! Ладно, 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 я сам, я сам. Молодец, Вай. Здравствуйте, Марк Алексеевич. Здравствуйте, Василий Павлович. Чем я мог прогневать такого важного представителя областной прокуратуры, как вы, что он решил навестить меня самолично. Ну, пока ничем. Но это можно поправить. Не переживайте, я к вам только посоветоваться. На это даже не мы внимание обратили. В Москве, в Генеральной прокуратуре затребовали сразу всю информацию. Это не таки раз, и нам спустили. Но мы же с вами люди подневольные. Почему они решили, что это серия? Только потому, что те двое когда-то служили в полиции? Так сами говорите, они уже давно на гражданке. Ну, вы же знаете, в нашем деле бывших не бывает. А этот ваш, Спляев, вообще действующий. Шерипов Владимир Супович был убит в Сланцевском районе. А случилось это 8 мая. Сотрудник частного охранного предприятия. А Горшкова Игоря Вениаминовича порешили спустя еще 8 дней. 16 мая он возвращался к себе на дачу. В Печенице. Это Ладейно-Польский район? Все верно. Совсем другой край области. Какая связь, кроме того, что они бывшие сотрудники ДПС? В обоих случаях орудия убийства идентичные. Мы сначала тоже на это внимание не обратили. Сотрудники-то погибли не при исполнении. Да и производство шло в разном районном отделении. Это потом уже нас из Москвы носом так вот ткнули. Смотрите, Баря. Тогда понятно, почему вы лично почтили меня своим визитом. Так они еще и страху нагнали. Неизвестный убивает бывших сотрудников силовых органов. Представляете себе заголовки. И вы решили передать эти дела нам? Уже. Передал. Где что ружье-то взял? Так это, Шурин, наверное. То есть, Шурин тебе ружье дал. Зачем? Как он мог мне его дать? Он же помер. Как это помер? Ну, как-то. Взял и помер. Что, бывает? Так, подожди. Значит, Шурин помер. Ты забрал ружье у кого? У вдовы? Ну, да. А когда ты последний раз видел Цепляева? Сашка, что ли? Мента? Да. Соседа твоего. Да я не помню. С недели. Точно. Как Шурин помер, я забухал. Пока вы не нарисовались. А забыть не мог? Это что, совсем что ли? А что это вы Сашке-то интересуетесь? Что, накосячил, да? По своим мусорским делам, а? Убили его. О, дела. Так это, не я это. Так и запишите. Не признал и не признаю. Потому что не я это. Запишем, запишем. Подполковник Лукьянов, зайдите. В прокуратуре уверена, что это серия. Если убийство действующих сотрудников или тех, кто имел отношение к органам продолжится, это может вызвать ненужную реакцию в обществе. Задача ясна? Не совсем. Найти преступника до того, как он убьет еще кого-нибудь. Если у нас действительно серия, и преступник будет продолжать придерживаться графика, то следующее покушение, я думаю, нам нужно будет ждать менее, чем через два дня. Почему через два? Шарипов был убит 8 мая. Горшков 16-го. Сегодня 20-е. Жертва Цепляев. Восемь. Четыре. Время между убийствами сокращается, он ускоряется. Валер, я поговорить с тобой хотел. Можно и поговорить. Хозяева помещения цену за аренду подняли. А с этим кризисом заказов стало меньше. Сам видишь. Так что сокращение нужно делать. Ты болеешь часто. Так что ты сам должен понимать. Да, я за последний год сдал. Руки дрожат. Валер, сколько мог я тебя держал. Но больше, извини, такой возможности нет. Когда? Лучше, если прямо сегодня. Две недели, положенные по закону, на работу можешь не ходить. Мы тебе их оплатим. Спасибо. Держись. Держись. А Хорков неделю беспробудно пьянствовал. И это подтверждено соседями. Вряд ли он смог бы разъезжать и убивать. Пойдет за хранение оружия и покушение на сотрудника при исполнении. Так, теперь внимание. Убийства были совершены 8, 16 и 20 мая. Почему? Может он убивать только почетным числом? Он что, суеверный, что ли? Сейчас мы не можем исключать никакую версию. Где Шиловский? Поехал в отдел ГИБДД убитого. Супляев перевелся к нам из Псковского отдела. Квартиры в городе у него не было, вот и мотался с области. А почему перевелся? Да какие-то семейные дрязги после развода. Вроде как во Пскове квартиру жене оставил, а сам вернулся в родную деревню. Сюда ему ближе ездить, чем во Псков. А как к нему относились? Да нормально. Он неплохой мужик был. По службе тоже без нареканий. И никаких угроз к нему не поступало? Да нет. Я провел опрос личного состава сразу, как только стало известно. Никто от него ничего подобного не слышал. И официально сам с рапортами он не обращался. Так а почему он на службе не был в этот день? Дежурил накануне сутки. А, отгул у него. Отгул у него. И что же, Вадим, я не признаюсь, пристанется свои догадки. Ух. Давайте я вам помогу. О, спасибо. Спасибо. Боль головная, страшная. Кажется, что голова вот-вот лопнет. Валерий Владимирович, я вам говорил, что нужно четко выдерживать график приема лекарства. Одну таблетку раз в неделю, не чаще. Я так и делал, но понимаете, боль, страшная боль. Вы можете лечь в стационар? Ну, мы с вами оба знаем, что из стационара я уже не выйду. Я бы не был столько тебе горячего. Спасибо. Я вынужден отказаться. У меня нет на это времени. Илья Сергеевич. Что узнал, Кость? Радовать нечем. Общался с коллегами Цыпляева. Угроз никаких, конфликтов тоже. Характеризовался исключительно положительно. А врать не могут? Он в честь мандира и все такое. Не, я не думаю. Они наоборот помочь хотят, чтобы мы этого года как можно быстрее взяли. А вот данные Пушарипова. Работал в структурах ГИБДД, уволился три года назад, дослужился до капитана. А службу проходил? В Пскове. Кстати, Цыпляев в Питер тоже из Пскова привелся. А в каком подразделении служил? Вот второй батальонки БДД. Так. Как это интересно. Горшков и Шарипов тоже служили в этом подразделении славного города Пскова. Угу. Ну что, надо ехать в Псков. Я готов. Нет, я поеду сам. Ты знаешь, мы с женой иногда на выходные любили ездить в этот славный город. Макаров. А? Хорошо, что я твой протокол осмотра следов на месте преступления прочла, прежде чем Лукьянову отправить. А что такое? Что такое? На месте преступления обнаружены следы предположительно велосипеда. Они встречаются в этом районе многократно, как если бы кто-то по нему кружил. По времени их можно соотнести к периоду совершения преступления или сразу после. Ну да. Это что за кружил? Откуда приехал этот велосипед? С трассы или из деревни? Да не знаю я. Поэтому и написал, что кружил. Следов не было ни туда, ни сюда. Ты типа покрышек установил, Макаров? Что бывает типа покрышек у велосипедов? Что бывает? Что бывает. Кто бывает… Нет, 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 ерунда какая-то, нету, нету, нету таких велосипедов. Ура! Ой, то есть какая-то лепость, то есть я думал, что опять облажался. Жалко, что фрагментов так мало сохранилось. Качество, конечно, отвратное. На УКА-то нам в грунте всегда плохо видно. Хорошо, что это не затоптали. Сломались? Колесо? Помочь можно? Да я сам. Давай все-таки помогу. Спасибо. Сейчас откачу. Спасибо. Ой, Вань, что-то я прикорнула на заднем сиденье. Укачала что-то. Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас, Маш, тут человеку надо помочь. Да, хорошо. А вы к нам в грибки ехали? Да. Кому-то или по делам? Я слышал у вас рыбалка хорошая. Думал, может, найду местечко, где пристроюсь на своем. Ого, а рыбалка у нас вообще отличная. Да. Раньше, правда, лучше было, но и сейчас ничего, там, лечь плотвало. Ну все, нашла родную душу. Да, муж, у меня тоже рыбак. Сейчас поедем, покажу. У нас есть причал старый, деревянный. Вы вполне с него можете ловить. Я же вам говорю, я сегодня хотел только посмотреть, а рыбачить уже завтра. Вот что. А вы завтра к нам приезжайте, вместе на вечерку сходим. А потом, если что, у нас можно переночевать. Ну да, дома у нас большой. Спасибо. Участок 34. Ну или спросите Янаева Ивана Алексеевича. Меня там все знают. Меня Валера зовут. Все, сейчас колесом закончу и поедем. Владимир Викторович, странно, что вы с такой неохотой рассказываете о ваших сотрудниках. Бывших. Бывших сотрудников. Шарипов давно уволился, Горшков еще раньше уволился, а Цепляев вообще к вам перевелся. Мы ему дали замечательную характеристику. Да, я читал вам личное дело. Скажите, а кто еще служил в этом подразделении? Так второй батальон, он большой, там много кто служил. Они вон половину в области патролируют. А командиром кто был? Полковник Гнедич. Но он же уволился еще раньше, чем эти двое. А какова причина была увольнение? Не хотелось мне об этом говорить. Ну вы же понимаете, что придется. Ну, Гнедича обвинили в ДТП, который он якобы совершил. Якобы? Якобы. Ну, во всяком случае, суд его оправдал. Несмотря на желтую прессу, которая хотела опорочить честь офицера. Была там одна такая дамочка, как ее душу, Машкова. Написала пару статей, на этом дело и закончилось. Но, как говорится, ложечки нашлись, а вот осадочек остался. Руководство решило, что Гнедичу лучше подать в отставку. Алло. Кость. Кость, пробей мне, пожалуйста, одного человечка. Подполковник Гнедич. Командовал вторым батальоном от Пскова. Как-как? Гнедич. Да, записал. Сейчас. Даша. Даша. Вот. Пробей, где живет и все, что только можно. С пристрастием. Это срочно. Прямо сейчас. Да, делается. Хорошо. Если он в Пскове, я его разрешу и побеседую с ним. Тогда тут и значили. От тебя жду информации. Окей? Костя, смотри. Ничего себе. Это когда? Полгода назад в Кировской области. Судя по базе, он переехал туда после выхода на пенсию по выслуге Лен. Да, Костя. Я тебя понял. Здравствуйте. Я бы хотел поговорить с Леной Машковой. Это я. Очень понятно. Подполковник Лукьянов. Да вы так не переживайте. Елена Андреевна. Я тут недавно прочитал две ваши статьи. Старые. Из Курьера. Но вы знаете, мне показалось, что история была не закончена. Ну, это обычное дело для журналистов, которые пишут на острые темы. Какие статьи вас заинтересовали? Журналистское расследование по поводу ДТП с участием начальника второго батальона ГИБДД подполковника Гнадьевича. Помните так? Конечно. Очень хорошо помню, как главный редактор вызвал меня к себе и сказал, либо перестаешь рыть в этом направлении, либо идешь гулять на все четыре стороны. И вы? Перестала рыть. Переключилась на достижение псковских животноводов. Так, а вы же писали, что виновником аварии был подполковник Гнадьевич. Писала. И то, что Гнадьевич был пьян, тоже писала. А эта информация откуда? От свидетелей, которые были на месте аварии, вытаскивали жертв из машины. Так они что, изменили показания? Естественно. Кого-то запугали, кого-то подкупили, кого-то вовсе не нашли. И знаете, что самое отвратительное в этой истории? Виновником сделали человека, у которого вся семья погибла в этой аварии. Сам он получил тяжелейшие травмы, во время следствия находился в коме. Я не хочу больше об этом говорить. Вы, полиция, вы разбирайтесь. Оль, здравствуйте. Добрый день, спасибо большое. Оль, извините, пожалуйста, вы тряпочкой протрете и все? Да, конечно. Митя, ты еще на работе? Да, еще тут. Ага. Вернись, пожалуйста, к следам велосипеда на месте убийства Цыпляева. Пробей их, пожалуйста, теперь по базе специальных транспортных средств. Ага. Это где коляски всякие, к живой повозке? Угу. И инвалидные коляски, Митенька. Голова-то, Молтань. Была бурная ночь? Извини, я с дороги просто решил не заезжать домой, у нас совсем нет времени. По моим данным, следующее убийство произойдет сегодня. В Пскове удалось выяснить что-то конкретное? Да. Пять лет назад подполковник ГИБДД Гнедич попала в ДТП. В этом ДТП погибла женщина и ее дочь. А муж, который находился за рулем, остался жив, но очень сильно пострадал. И после этого еще целый год лечился в больнице. По некоторым данным, виновником ДТП являлся Гнедич, который нетрезвым выехал на встречный пауз. Что значит по некоторым данным? А свидетели стали под давлением изменить свои показания. И в итоге за решеткой оказался невиновный человек. Ты думаешь, что это месть? Без со мной. Вот смотри, все фигуранты этого дела являлись действующими сотрудниками второго батальона ГИБДД, которым командовал Гнедич. Первыми на место происшествия явились Шарипов и Горшков. Они фальсифицировали улики и были, соответственно, убиты восьмого и шестнадцатого. Цепляев давал показания в суде и был убит двадцатого мая. ДТП было пять лет назад. Почему убийства начались только теперь? Убийства начались раньше. Главный фигурант этого дела Гнедич был убит полгода назад в Кировской области, а за точкой вживут. Потом была пауза, а теперь убийства возобновились. У тебя есть подозреваемый? Есть. Валерий Пасечник. А кто это? Водитель, который потерял всю свою семью. А потом был приговорен Псковским областным судом к четырем годам лишения свободы. Работает он где? В мастерской по ремонту бытовой техники. Вернее, работал. Вчера его оттуда уволили. Машина? Есть. Зарегистрирована в Псковской области. И в базе ГИБДД есть пометка о ручном управлении. Что здорово, кроме одного. Пасечник, инвалид, колясочник. Вот с трудом представляю, чтобы он завалил четырех здоровых мужиков. М-м-м. Можно? Я тут доложить хочу. Мить, давай, давай, давай. Говори. Не стесняйся. Давай. Я... Мы с Татьяной Николаевной вчера определили... Ладно, Татьяна Николаевна определила, что на месте преступления были следы не велосипеда, как мы думали ранее, а инвалидной коляски отечественного производства. Может, он с кем-то ездил? Не думаю. Митя! Пойди, Ксюта. Ну, пойди, пойди, не бойся. Ну, что? Вот так это было. Да-да-да, именно так это и было. И с положением сидя, иначе не ударишь. И угол, под которым был нанесен удар, полностью совпадает с раной Цепляева. Угу. Ой, мой адрес к Пасечнику. Желаю мне удачи. К бою. Держи социальную дистанцию. Боли головные, вот что самое страшное. У меня тоже такое бывает в последнее время. Когда погода, например, меняется. Да нет, у меня не то. У меня после травмы киста образовалось, а потом перерождаться начало. И как же ты теперь? Никак. Вот на рыбалочку решил съесть. Напоследок. Ох, жарко, а! Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, а сосед ваш, Валерий Пасечник, дома? Нет, его утром еще уехал. А куда? Ты сказал? На рыбалку. Удочки все свои сложил и уехал. В смысле на рыбалку? Что в смысле? Валера хоть и инвалид, но любому здоровому фору даст. Он работает и на машине гоняет. Зачем он вам понадобился? Он рыбу ловил в неположенном месте. Вряд ли сейчас Пасечник появит на рыбалку. У него на организацию следующего покушения осталось меньше суток. А кто его новый жарт? В деле сотрудников батальона больше никто не значится. Следовательно, нужно расширять круг поиска. А если кто-то из свидетелей? Хорошая версия. Но только свидетели тоже жертвы. На кого-то надавили, кого-то запугали. Ну, а следователь? Следователь. Следователь Янаев. Иван Матвеевич. И, кстати, он тоже увозился из Псковского ОВД. А живет? Живет в Питере. Пестали 17. А также является собственником частного дома в коттедже на поселке Грибки. Это в районе Нижнекузьминского водохранилища. Ну вот, сейчас пока расположимся, вечерний клев и начнется. Красиво тут. Ага. И сколько тебе дают? Дают срок в суде. Извини. Ну, ничего. И как же тебя угораздило-то? Гавария. До нее здоровый был. Жена была, дочь. А, сам резался? Нет. Вы меня пьяный. И что, сидит? Отмазали. Ментом оказался. Свои отмазали, а меня и виноватым сделали. Это как? Очень просто. Следак надавил на свидетелей, те показания изменили. Молод-то я выскочил на встречную и подполковника Гнедича чуть не убил. А он старался от удара уйти, но не смог. Полезный. Узнаешь меня. Товарищ следователь. Нет. Да ладно. Хотя, конечно, столько времени прошло. Тем более, что когда от своей бумажки крапал, я в больнице валялся. Меня там по кусочкам собирали. Мне очень жаль, что так вышло. Мне тоже жаль. Только ничего вернуть нельзя. Хотя, как у вас говорится, закон обратной силы не имеет. А если бы ты в другого попал? Ну, знаешь, думаю, что я бы не осталось. С Гнедичем разобраться еще в колонии решил. Нашел его. Он из Пскова в Кировск переехал. Ну, я подкатил такое, типа, милостыню попросить. И пику ему в живот. Ну, чтобы помучался. Меня этому удару в колонии научили. А потом был Шарипов через полгода. Чего вы жалели? Я в больнице лежал. У меня рак диагностировали. Сначала химия, потом операцию зашили и домой отправили умирать. Лекарств всяких надавали, но они мало помогали. Голова так болит, что сдохнуть хочется. Но я думаю, что мне одному умирать? Скучно. Да, я себе компанию составлю. Нашел всех их. Ну, те, которые по делу проходили и... Значит, все заранее спланировали. Да, все заранее спланировал. Знаешь, интересно. Поделитесь. Я когда этих гадов резал, у меня боль уходила. И надолго, конечно. Сначала на неделю. Я когда Шарипова завалил, даже обрадовался. Думаюсь, выкарабкаюсь из этого ада. Ну, а потом промежутки между приступами сократились, а сами приступы усилились. Вчера так прихватил. Думаю, ну, хоть погляжу я на этого Янаева. И знаешь, когда я представил, как я его убивать буду, боль прошла. Я его мог вчера убить. А он женой был. Повезло. Вы же не палач, пасечник. Не палач. Это мое лекарство. Обезболивающее и без рецепта. Жуткое лекарство. Зато действие мною. Увезите его. Постой. Возьмите. Пусть у вас останется. На память о настоящей боли. А как же вы? Я их увижу скоро. Преположено, покиньте, пожалуйста, территорию. Мы быстрее собираемся. Ребят. Есть. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ